Вопросы будут всегда, пока ты будешь жив, они к тебе будут приходить, потому что, ну, нельзя встать, проснуться утром, и все, я идеален. Нет. Как меняется у тебя за окном, скажем так, утро, вечер, день, зима, осень, так и у тебя меняется, постоянно появляются какие-то новые вопросы к себе. Но ты должен их постоянно решать. Решать, решать и не бояться этого. Иногда даже вот об этом рассказывают люди. Иначе без этого ничего не будет. Если ты будешь молчать, это все изнутри тебе съезд, и все. Ты будешь потерян для себя, в первую очередь. И в текстах мы подоросли, и, мне кажется, и в музыке мы подоросли так же. Підход, який стал иначе, мне кажется. Мы раньше, особисто я, я там в трек пытался засунути там все звуки, что у меня были, и все, что я знал, и мог, знаешь. А вот в агломе цьому все, как все партии, все стоит на своих местах. Вражение такое, что ты слушаешь, и лишнего нет ничего, и добавить ничего не хочется. Ну все цілісно так, как и должно быть. И в текстах, и в музыке. Просто некоторые песни нужно объяснить, хотя музыканты абсолютно не любят, потому что все необходимое они сказали своими песнями, акордами, музыкой. И попробуйте видавить хотя бы из одного музыканта то, что он думал в той или иной момент. Половина скажет, что 90% моих песен были созданы на небе, а я лишь взял гитару и их играл. Я даже не знаю, почему я это сделал. Но есть песни, которые хочется объяснить. Вот песню не видавая, а принаймні текст хотелось бы объяснить, потому что это про зависимость. Когда ты разрываешь угоду с рогатом для того, чтобы подписать, если не с Богом, то хотя бы договор с Амуром. Когда ты просишь по рятунку у коханої людини, на самом деле. Инколи уявляючи себя каким-то эмбріоном у кишени своей кохано, как та немовля, у сумки кенгуру Манки. Но, опускаючись на землю, или опускаючись ниже дна, когда у тебя есть все-таки поруч кохание, намного легче выбраться. Я думаю, что это единственный верный шлях для поретунки. Мой взгляд, в первую очередь, должен заставлять человека задуматься. О том, как он живет, для чего он живет, правильно ли он это делает. Это более философский, скажем так, не побоюсь этого слова, альбом. Там те эмоции, которые люди зачастую сейчас пытаются забыть. Та же любовь, она бывает же во всех проявлениях, в любых. Но наш человек рождается с любовью и умирает с любовью. Только той честной. А в середине своей жизни он пытается это все… Нет, это не про меня история. Вот я такой, я могу и без этого прожить. Нет, так не получится. Мабуть, все это переживали, когда ты чувствуешь, что это твоё, что сейчас что-то важное должно происходить. Что-то с тобой или твоими близкими. Что-то грандюозное, но оно пляха не приходит. Ты чувствуешь, что оно сейчас происходит, а его нет. И тогда ты сидишь такой и думаешь, что оно уже произошло. Просто его нужно вспомнить. И сидишь и быстро записываешь текст. Песня где-то выношивалась, я думаю, что уроков пять. И она могла бы и в альбоме попереднем быть. А потом, если у нас какая-то остановочка идёт, а давайте прослушаем какие-то демозаписи. Вот и выплывает вам седьмой день. Слушай, а давай ты бит сыграешь вот так. Да-да, и всё. И песня заиграла. Все входят в какой-то резонанс. У всех более-менее всё нормально. Или наоборот. У всех плохо, но у всех одинаково плохо. И всё, и тогда начинаем творить. Вот с хлопцами сделали версию, которая сейчас есть. И в конце ещё с Валерой сделали эту круглую вставочку. Какая мне сейчас очень понравилась. Я постоянно говорил про то, что чем быстрее пишется песня, тем больше шансов она имеет на то, чтобы быть почутой. То есть банально станет хитом. Людям властиво помиляться. Я на самом деле помилился, потому что песня «Сьомый день», как на меня, на мою думку, скорее всего, будет хитом. Хотя она может потрапить до нашей собственной книги рекордов второго года. Я хочу стать песней, которая раньше выносилась, которая раньше ждала своего натхнения. То есть музыка была уже давно написана Шурою. Я за эту песню боролся, потому что она могла даже попасть в сольный альбом его проекта. Но я боролся за ней, потому что я видел ее песню в группе «Другой река». Я очень рад за эту песню. Она одна из лучших. Спасибо Шуре за то, что он когда написал такую классную музыку. На самом деле мне очень нравится этот альбом. В нем какая-то есть магия. Действительно слушаешь, как будто это не наша музыка, а где-то оттуда пришла к нам. В каждом периоде своего жизни отвечают певные песни. Мы сейчас серьезные, поэтому такие песни. В каждой ноте, в каждом звуце нашего альбома есть жизнь. Там не есть такой настрой, где хочется просто упустить руки и ничего не делать, а лишь слушать другую реку. Мне кажется, что после этого альбома хочется жить. Во-первых, хочется еще раз переслушать, что я очень редко делаю. Это произошло только с этим альбомом. А во-вторых, мне хочется жить после того, что я прослушаю. Меня часто спрашивают, как рождается песня. А как вы придумываете песни? Что касаемо «Ты и я». Мы пришли все с разным настроением. Каждый со своими смурами, каждый со своими хихикалками, каждый со своими проблемами. Мы сели именно вот здесь вот. Сели, начали джимовать. Кто-то принес какой-то аккорд. Мы начали это все обыгрывать. Валерий кричит, а можешь сыграть вот так? Я говорю, я не хочу, чувак, так играть. А нет, сыграй. Я иду на компромисс, говорю, хорошо, я так сыграю. И мы просто-напросто ее гоняем. Из джема выходит. Песню мы ее записываем. Вот и получилось «Ты и я». Мы просто захотели сделать красивые песни. Я в этом уверен, что у нас получилось. Вот так вышло. Что мы хотели донести ей? Все. Я уже сказал, что справедливыми мы стоим только тогда, когда мы боимся. Вот тогда ты стоишь справедливым. Когда ты боишься втратить что-то важное для себя. Кохание там, или втратить себя. С нашим слухачем уже можно говорить на серьезные темы. Наши слухачи выросли. Ну это то, что пришло одновременно всем сразу на ум. Такое редко бывает. Вот пришла вот такая вот идея. Обычно там, да, можно чуть поспорить, что нет, а давайте так. А тут просто вопросов не было. Сыграли. О, а че ж мы раньше так не делали? А видно, не надо было. Она ждала своего часа, и оно произошло. Секрет — это очень, как бы, особисто такая, можно сказать, Валерина речь по тексту, как бы послухать. И наш друг, который сказал, что после 40 секунд он начал плакать, когда он слушал. Ну я считаю, что мы поступили до чего-то, до сердец, до голев. Это, как бы, рецензия очень серьезная. Я бы даже сказал, что этот трек — это лучший альбом, как для меня. Там ничего объясняти не нужно. Там просто нужно включать и слушать. От начала и до конца. И, действительно, она из себя, от сердца. Я не просто хотел поплакать в жилетку каждой человеке, которая будет слушать наши песни. Я просто поделился, потому что каждый из нас это переживает. Мы все люди. И все мы когда-то стаем взрослыми. И все мы когда-то начинаем взвыкать до втраты. Чем взрослым ты есть, тем больше таких втрат в тебе есть. Но это не означает, что ты перестаешь жить. Ты стаешь немного сильнейшим. Ты стаешь на самом деле. Ты стаешь настоящим. Таким, которым ты мог родиться с самого начала. Между тем, что там в одной песне есть «Все люди, как люди, я народився старым». Вершина пирамиды – это начало пути. И в то же время это конец пути. И для того, чтобы этого достичь, это очень трудный процесс. Я считаю, что мы, скажем так, взяли свою пирамиду в этом альбоме, мы ее все-таки сложили. Пусть долго, три года, но мы ее складывали от камешка к камешкам. Мы оттачивали так, чтобы потом не было вообще обидно. Он получился самым взрослым, в то же время самым серьезным. То, что было 15 лет назад, то, что было даже 5 лет назад, 10 лет назад, на мой взгляд, это… Мы, короче, завязывали берцы. А сейчас мы выпрямились.